Дорогие друзья, здравствуйте. Сейчас наберем чуть подписчиков. Сегодня у нас прием у депутата. У депутата шли до заместителя председателя ЕГС Дожива Сергея Сергеевича. Однако здесь по ходу встретили председателя Елисинского городского соглашения Азая Николая Павловича. Встретили Трапезникова. Чуть-чуть с ним поговорили в коридоре. Сейчас Николай Павлович отликнулся на просьбу провести с ним небольшую беседу. Говорит, минут 30-40 у него есть. Я нужна? Нет, планерку после. Дорогие друзья, у нас Назаря Николая Павловича. Павлович, вы можете поприветствовать. Добрый день, я приветствую всех ваших подписчиков. Дорогие друзья, если у кого есть вопросы, вы можете их писать. Наконец-то, Николай Павлович, мы с вами встретились. Николай Павлович, ну, вопросы все уже наболевшие, вы знаете, по поводу ситуации с Трапезниковым. Уже прошло два месяца, два месяца, до 26-го года. Уже, да, ровно два месяца. Ровно два месяца. Третий месяц уже пошел, уже 2 декабря у нас сегодня. Николай Павлович, мы никак не могли с вами встретиться. Ну, в том числе и моя вина, наверное, я не знал, что депутаты принимают здесь, то есть в ЭГС, только мы в Единой России ходили. Итак, Николай Павлович, ну, почему все-таки, Перестинско-Городской Саргодрани решила утвердить, как бы, да, кандидатуру Дмитрия Викторовича Трапезникова на должность главы города Элисты, главы администрации Элисты? Ну, во-первых, предложение главы республики, рекомендации. Во-вторых, я лично, в отличие от тех, кого до этого опрашивали, я лично был знаком с ним до того, как я его предложил на сессии ЭГС, на эту должность. Я видел те документы, которые он готовил по Элисте, имел возможность несколько бесед с ним провести. Честно говоря, мой жизненный опыт или как-то багаж позволяет там с двух-трех встреч бесед с человеком определить примерно, что это за человек, кто это за человек и что он из себя представляет. И я тогда был уверен, что эта кондиционера правильная, что это тот именно человек, который нужен сейчас нам, в городе. И я поэтому его предложил на эту должность. Сейчас, по прошествии двух месяцев работы, я могу сказать, что это решение было абсолютно правильным. Исоги работы его за два месяца показывают, что он на своем месте, что он достаточно опытный руководитель. Примеры? Примеры. Ну, примеры его деятельности. Вот когда мы сюда пришли осенью, те городские проекты, которые были начаты в июне, и оформлены в июне, в июле, а начаты в сентябре вместе с нашим приходом. Когда я посмотрел уровень освоения их, это 20, 30, 15 процентов, ну, по разному объекту. Я тогда, в принципе, был уверен, что мы не успеем до конца года, по тем срокам, которые были там записаны, в октябре, ноябре, начале декабря, освоить и сдать эти объекты. Но вы будете удивлены, благодаря именно организации работы, благодаря эффективному руководству, все объекты, которые в городе были объявлены, это и парк Победы, и аллея, и девятнадцатый садик, дороги, и так далее, и так далее. Все они будут закончены. Все отставания ликвидированы, все эти, даже по некоторым объектам переживания. Это раз. Во-вторых, он очень здорово общается с населением. Он принял более двухсот гаражей по разным вопросам. И неформально принял. Он принимает, внимательно слушает, потом выезжает, потом принимает эффективные веры по реализации, по обращению. То есть неформально. Если все приемы всех наших министров, всех наших замов и всех наших республиканских, городских руководителей сложить, не будет столько, сколько он этим принял. Это три, сколько это называлось. Потом, значит, вот у нас в городе произошли чрезвычайные ситуации. Я просто наблюдал, как он работал. Здорово, эффективно, просто, и с оказанием помощи людям, с пониманием, как это нужно все сделать, организовать. Ну, телефон горячей линии там уже. И организация работы... Да, просто вот сейчас планерка прошла. Вы видели, как раньше проходили планерки, как сейчас проходили. И вы откуда знаете, как раньше проходили планерки? Я был. Как? Я когда... Вы же пришли осенью. Я когда, как сказать, была предыборная компания, я человек любознательный, я приходил на планерку, садился в уголок и в слабе, лучше наблюдал. Заполоси, вот вы сейчас в своем, как бы, характеризуя Дмитрия Викторовича, вы сослались на те проекты, которые сейчас вот уже ведутся, и они будут закончены. Да, да. Вы хотите сказать, что они были заложены в предыдущем? Нет, нет, я другое хочу сказать. Я другое хочу сказать. Вот мне недавно анонсировалось на сайте администрации города и гостей на провластных, так сказать, интернет-ресурсах, то, что даже, даже, Калмыцкое телевидение показало, то, что парк на октябре, да, в парке октябрь уже закончен, через что-то там был работник, там работник, там работник указывал, он давал интервью и говорил то, что все, мы заканчиваем уложить плитку, и там все было чисто, все было чисто так, и 1, 30 ноября заканчивался срок, все укладываемся. 30 ноября мы туда поехали, мы провели там эфир, ничего, ну там, да, плитка уложена, но не сделано до конца. Я сразу скажу, знаю я причины, да, почему, там, я знаю вот этих ребят, кто непосредственно занимается этим, но получается так, что мэрия осветила с одной стороны, что заканчивается, будет срок, а получается, что срок не успели 30 ноября, то есть ремонт работы продолжается, и просто вы продолжили, а говорить о том, что все будет срок, и делать постоянно до соглашения на продвение этих камерок, это считается... По парку аллеи, если мы сделаем в этом году, а мы сделаем в этом году, это будет то, что надо. Николай, по сроку был, срок был 30 ноября. Ну, срок был 30 ноября, это по первоначальному документу. Нет, что... Нет, нет, Николай Павлович, тут вопрос совсем другого. Можно вопрос один? Даже если я оператор, почему я не имею права задать вопрос? Николай Павлович? Ну, точнее. Вопрос у меня один маленький такой. Тут у вас немножко другой вопрос такой стоит. 30 ноября, почему провластные СМИ говорят о том, что все сдано, и когда ты приезжаешь, там ничего не сдано? Вы обратитесь в эти СМИ и спросите. Я к СМИ никакого отношения не имею. Нет, но они же у вас информацию берут. Когда вы сдаете... Ну, я так думаю, вы говорите. Ну, расскажите, где потом выясните. Слушаю. Ну, у вас вот такой вопрос, да. Вот очень многие депутаты, да, Елисинственного городского собрания к нам говорят, в том числе и на наших встречах, говорят то, что кандидатуру трапезников они узнали только в тот день, когда они его избрали. То есть, вы сейчас говорите, что вы его раньше знали, с ним общались. Ну, я просто там суда. Да. И вы представили его. То есть, там пришел тот из администрации главы, его представил вам, а вы представили его. Почему, например, вы, как руководитель представительного органа, не сказали депутатам предварительно о том, что будет у нас некто трапезников? Ну, рекомендовал, я же говорю, глава республики. Это его право, это его, ну, не знаю, как обязанность, это его право. У него нет такого права. Согласно закону об общих принципах организации местного собрания, вы знаете, согласно закону об общих принципах организации представительных, исполнительных государственных органов республики Калмыки, деятельность госорганов республики Калмыки и муниципального образования, они отдельны. И глава не имеет права вмешиваться. Он имеет право вместиться только в том случае, когда диригирует своих представителей в комиссии по избранию главы. Он не имел права. Он имел право рекомендовать, но представлял его я. Почему вы именно решили? Я у нас его на основании. На основании его рекомендаций. Николай Павлович, почему именно вас избрали глава председателя медицинского городского собрания? Обратитесь к депутатам, спросите. А кто рекомендовал нас? Это была рекомендация партии Единой России. Там же все, как сказать, есть фракция противная. Перед сессией была конференция партии Единой России городской. Там путем тайного, на конкурсной основе, прошла моя кандидатура и рекомендовали ее на фракцию. Потом фракция поддержала мою кандидатуру и вынесла на сессию. А давно вы в Единой России состоите партией? С этого года. А в связи с чем вы вступите в партии? Ну, потому что я решил заняться политикой, решил заняться вот этими вопросами, которыми сейчас занимаюсь. И я понимал, что для этого мне нужно быть членом партии. А не кажется ли вам, что не успел стать членом партии сразу в депутаты коллективского городского собрания? Я изучил. Я изучил вашу биографию. Я очень хорошо ее изучил. И сейчас мы по ней поговорим. У меня очень много возникает вопросов. Мне кажется ли вам, что ваш старт, старт политический, он, ну да, когда вы, вы созревший человек уже в таком возрасте, но вы никогда не занимались политикой. Вы никогда не занимались политикой. Работу в Калмысском коме КПСС не считать политикой? Ну, это было в каком году? 90-х, 80-х, начало 90-х. Вам сколько лет было? Помоложе, чем вам. Вот, видите. Получается так, что вы с 91-го года. Ну, я не буду трогать вашу службу в армии, обучение. Получается так, что вы являлись заместителем генерального директора ОАО Калм-Автотранс. Согласно сведениям Зиберил, АКВЭ, то есть код экономических действий ОАО «Автотранс», то есть дать в аренду собственного и арендованного имущества. То есть получается так, что Калм-Автотранс, кроме того, чтобы сдавать в аренду имущество, больше ничем не занимался. Первое. Второе. Согласно тем же данным из базы, численность сотрудника на 2018 год ОАО «Автотранс» всего 11 человек. То есть таким образом я, как человек, который разбираешься в этом, делаю вывод о том, что председатель Действительского городского собрания нынешний никогда не занимался политикой. То есть я, если бы вы занимались политикой, то мы бы об этом узнали. То есть сейчас есть интернет. Я никогда не выдвигал кандидатуру свою никуда. Занимался, никогда не работал в управлении государственных или муниципальных организаций, работал в частной фирме, но при этом один аквест сдавали в аренду, и тут резко решил стать депутатом ИГС и при этом становится его председателем. Очень... Объясните, пожалуйста, вот это. Прокомментируйте. Вопрос в чем? Я считаю, что вот мое мнение, что отсутствие компетенций при вашей биографии и возникновении резкого желания не связано с вашим желанием, например, стать депутатом и что-то сделать для города. Связано с другим обстоятельством, о котором мы поговорим позже. Ну, вы, может быть, тогда сразу назовете это обстоятельство? Это обстоятельство вашей родственной связи с главой республики. Вот я понял, к чему вы идете. Ну что, зачем такой длинный-длинный монолог? Нет, это просто не для вас. Это объясняют для зрителей. Для зрителей немного рассказывать вашу биографию. То есть мы приходим к тому, что, например, я считаю, и все другие считают, что вы вынуждены были, в том числе, или под настроением, а что, давай, может попробовать, вот под таким настроением решили стать депутатом и изначально нашли председателя МГС, поскольку еще на предвыборной кампании мы вам пророчили это место. То есть вы изначально нашли председателя МГС. Прокомментируйте нам вот эту ситуацию, прокомментируйте нам родственные связи с главой республики, и об этом я вам задам еще один вопрос на эту тему. Ну, вы минут 10 задавали вопрос. Я хочу, чтобы вы подписчики видели. Да, я понял, да. Первое. Я родственником Батуси Евгеньевича, а перед этим говорили, что Айкаси Евгеньевича не являюсь. Не знаю, что вы не являетесь. Не являетесь. Ну, поэтому ваши варианты, что я его сват или тесть, ну и так далее, это они не имеют под собой фактуры. Что касается моей деятельности. Да, я... Стойте, подождите. Здесь я во второй вопрос. Давайте не будем стоять. Давайте я скажу, а то... Нет, пожалуйста. Ну, мы же продолжим продолжительную связь. Продолжим продолжительную связь. У вас есть еще одна... Есть ООО Калам... ООО Тип-Транс... Я забыл, у меня были записи с собой, не являл. Где... Вы являлись генеральным директором до последнего. Там одним из заседителей является Касикова Яна Николаевна. Да. Это... Моя дочь. Ваша дочь. Она замужем за двоюродным братом Бату Сергеевича и Яки Сергеевича. Учитывая, что у нас калмыки очень тесно связаны кровно-лодственные связи, говорит о том, что вы не являетесь его там сватом. Ну, тогда вся калмыкия будет... Я думаю, вы уже с Кичнева, вы намного ближе моему родственнику окажетесь через 10 минут разговоров. Николай Кузьминский, но я не являюсь в новой республике. Поэтому, я говорю, по таким критериям, если подходить, я говорю, все полы республики будут родственниками. Но это не те, как вы видите кровно-родственные связи. Это Худнер, сваты. Я родом с тех же краев, что и вы. С Деликова. Бату Сергеевич, по-моему, где-то родился или в Лагане, или в Заганамане, точно не знаю. Поэтому говорить о каких-то кровно-лодственных связях не приходится. То есть, ваше назначение не является результатом родственных связей с Тасиковой? Если вы мне позволите, я отвечу. Вы же 10 минут задаете вопрос, а потом не даете слово сказать. Я понимаю, у вас раш такой. Как сильно хотелось с нами передать. Да, да, да. Я понимаю, что... Ну, тем не менее, если вы задаете вопрос, давайте я ответить. По родственным связям закончили? Закончили. Да, да, да. Я думаю, закончили. Я так понимаю, что Худнер для вас не родственники. Все, поехали дальше. Вот это умение передернуть, да? Это не передернуть, вы просто говорите там другие вещи. Вы нас, я слышал в разговоре, нас вы тоже называли клановыми и прочим. А сейчас вы говорите, что это просто родные родственники. Насчет клана давайте поговорим. Вот вы, любимый ваш вопрос по поводу клана. Вот мое отношение к кланам. Вот приходит глава республики, глава субъекта, да. Что он делает? Он собирает команду. Команду тех, кому он доверяет. Компетенции тех, чьей компетенции он не сомневается, да? И он начинает собирать эту команду. Это для реализации тех программных условий, которые он наметил. Если эта команда, члены этой команды потихоньку начинают переезжать в Салы, места не столь отдаленные, да? Или убегать за границу, эта команда перерождается в тот клан, про который вы говорите. Это становится уже не команда, а клан. Понимаете? А изначально собирается команда. Но мы же не говорим про клан Гордовикова, про клан, я не знаю, еще кого-то. А про остальные команды, которые недавно руководили уже, мы можем сказать, что это был клан. Уже, по крайней мере, такие слова произносятся. Вот что мое мнение относительно клана. Нет, простите, Гахашко говорит про кланы. Про какие-то кланы. Борьбу. Он говорит, что борьбу, вот про что я говорю, что перед, например, в этом здании, сказать, что была команда, ну не совсем правильно. Сказать, что был клан, наверное, правильнее будет. А вот сейчас, да? Дальше, что касается того длинного вопроса, что вы мне задавали, на который так и не даете ответить. Про компетенцию. Про меня. Значит, ну вы знаете, да, я практически, ну не за сколько коренной инвестинец, но я с детства здесь живу, закончил среднюю школу здесь, начальную школу здесь, всю жизнь здесь работаю, всю жизнь сплачу здесь налоги, да, и всю жизнь за исключением службы в армии, да, и работы в калмыцком аппарате. Калмыцком и совете министров, я работаю в транспортной области. Да, это была область, когда я туда пришел, у нас было 24 предприятия по всей республике. Мы работали по всем видам перевозок, которые у нас в республике были. И в том числе и ремонт подвижного состава, и техническое обслуживание, ну и грузовые и пассажирские таксомоторные перевозки. Но это называлось системой общественного транспорта, которую я посвятил всю свою жизнь. Но в республике эта система, как шагренивает кожа, с каждым годом сокращалась, сокращалась, сокращалась. Не по нашей вине. Мы, как сказать, общественный транспорт это предприятие сферы обслуживания. Если некого обслуживать, транспорт не может сам себя обслуживать. Нужны грузообразующие, грузополучающие точки. Все это в республике по разным причинам, ну вы, наверное, лучше меня знаете, они сокращались, сокращались. И постепенно остались только производственные площади и административные здания, которые удалось сохранить. Они все, ни одной из них, которая входила в систему именно в акционерном штуколонтранс, не продана, не разворована. Они все стоят готовы хоть завтра возродиться и работать в том направлении, в котором они были построены. Да, сейчас большая часть этих предприятий остается в аренду. И процесс выживания и сохранения обслуживания этих предприятий, этих производственных баз решается за счет сдачи свободных помещений в аренду. Собственник изменился же, Николай Павлович. Что? Собственник, кто этих? Акционер. Акционер. Акционер является частное лицо. Ну, жаль, все было государственным? Ну, это процесс реализации вы хотите обсуждать. А, там не одно лицо, да? Ну, конечно, там же реестр акционеров есть, хотите, посмотрите, он вам, наверное, покажет его. А, ему, в общем, на удовольствии нет. И вы меня опять избили. Дальше. После того, как процесс акционирования, не акционирования, а сокращение работы общественного транспорта начал, мы занимались всякими видами бизнеса. Вот, честно, мы пытались заниматься всем, чтобы выжить. И что-то было успешно, что-то было неуспешно. Я к своим годам, ну, сказать, не сказать, что тут недавно написали топ-10 этих жителей республики, что кто-то из ваших там написал. Ну, да, было, было, да. Жена почитала, говорит, о, теперь ты мне сапоги точно купишь. Ну, я говорю, ну, пока нет, но, ну, смотришь, что про тебя пишут. Ну, это шутка, но дело в том, что я не жалуюсь, у меня, как это, в том фильме есть все, чтобы встретить старость, хороший дом, хорошая жена, достаток. Я действительно, как сказать, пришел сюда, именно вот вы ерничаете, для вас это, как сказать, вы это представить, наверное, даже не можете, да. Но я пришел сюда абсолютно чистыми, помыслами. У меня нет никаких карьерных устремлений, у меня нет никаких корыстных устремлений. Я просто хочу помочь городу. У меня внук уже здесь бегает, и я хочу, чтобы мои внуки, мои, дай бог, правнуки, жили в хорошем, современном, светлом городе. Я здесь для того, чтобы движение в этом направлении было быстрее, лучше и так далее. Почему именно такое желание возникло именно сейчас, а не год назад, не четыре года назад, не четыре. Я объясню, мне, как сказать, в течение обстоятельств, буквально мой год наступает, да. Не надо дерничать, да что вы, как это, взрослые, седые мужики, все под молодежь канаете. Ладно, я закончу эту мысль. Под отстоятельствами я имею ввиду наступление моего возраста, моего года. Я пошел к Ламе, разговаривал с ним, это было буквально год назад. Год назад. Он мне сказал, ты, вот мужчина раздается, ему помогает общество встать на ноги. Потом он становится на ноги. Это не мысль, это его слова. Он женится, делает все, чтобы свою семью обеспечить. Потом, если он, если он устал, он помогает, родственникам, помогает своему ближайшему окружению. Если наступает такой период, когда настоящий Золу, я в основном Золу должен подумать не только о родственниках, а подумать о всем, всем нашим народе. Это высокопарно получается, но это его слова. Он, конечно, посмеялся, сказал, да, ну, о чем я. И, ну, иначе он сказал, что иначе не будет внутреннего комфорта, баланса. В принципе, я так потом размышлял, да, действительно, когда есть все, хочется... Вот, например, почему нет карьерных вступлений у этих... Ну, что же возраст, да, 60 лет, это уже не тот возраст, когда начинать надо строить карьеру, да. Я никогда не занимался бюджетными системами, я никогда ни одного рубля не воровал, да. Никто меня никуда не двигал, никакого баллата у меня не было. Я всего достигал своей головой, своими руками, да. И поэтому в таком возрасте начинать куда-то залазить в чьи-то карманы, и тем более государственные, у меня таких даже мыслей нет. Я просто хочу помочь своему городу. Я просто хочу помочь своему городу. И можете, так сказать, хэштегом сделать. Нас видят люди, 65 человек, смотри, Макс, у тебя сколько? Ну, 80. 80 человек, ну, почему еще говорю, я хочу, вот, пользуясь случаем, потому что время поджимает, да, обратиться, ребят, я, я, как сказать, вот, сказать, это наш город, у меня, наверное, право побольше, чем у вас у двоих. Потому что я здесь подольше пожил, побольше, говорю, сделал для этого города, да, начиная с 22-х лет я здесь в автобусном парке начинал работать, да. У меня право побольше так говорить, да. Я же не говорю, это наши киченеры, да, я говорю, это наш город, листа. Поэтому я хотел бы ко всем обратиться, ребят, хватит этот, это, я понимаю, почему против Дмитрия Дмитрия. Викторович, это эмоциональная составляющая, очень много значит в этом вопросе. Я уже приводил пример, еще раз приведу, вот, по поводу эмоционального голосования, я сам такой был, когда мы выбирали в Госдуму Батурину и Боротаеву. Я сам, я с Батуриной учился в Москве, она на ФЭКе, я на транспортном, но я знал, у меня даже фотографии есть вообще, ну, не важно. Вы за кого были? Я за нашу Боротаеву. Монакию кэн. Му был очень, Монакию кэн. Мне говорили, смотри, да там же мэр Лужков, столько денег, она миллиардерша. Я говорю, что вы что, купить хотите? Мы не продаем, сихарам, давайте нашу. То есть мы сейчас, как вы тогда? Да. Я не думал рассудком. Сейчас Боротаева где? Она где-то в Грузии, с грузином, счастья, удачи, всего самого хорошего ей. Но если бы мы тогда думали рассудком, а не эмоциями, может быть у нас уже были бы какие-то новые школы, заводы, фабрики и так далее. Что-то сделало бы это, Батурин, а наше второй миллиард на свои тоже. Ну, то есть, вот пример эмоциональности в этом вопросе. И сейчас это примерно такой же, поэтому я уверен, что вот там вот на площади, да? Я, кстати, тоже там, помните, я первый раз приходил, еще с вашей помощью пытался. Я, ну, мне не дали говорить, такие молодые креативные ребята затолкали меня и не дали говорить. Ну, не важно. Но если бы мы, я говорю, а к чему, рассудком надо думать, рассудком. И тогда все будет. Ну, вот просто рассудок. Можно несколько вопросов от оператора? Да, хоть десять. Нет, один быстрый, быстро, просто. Говорите ли вы на родном языке? Конечно, говорю. Ну, хорошо. Ну, достаточно на бытовом уровне. Если вы хотите, давайте продолжим. Нет, 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 нет. Считаете ли вы, что глава республики и вообще главы муниципальных учреждений должны говорить на родном языке? Или это необязательное условие? Желательно, но не обязательно. Все, отлично. Еще один вопрос человеческий. Как вы относитесь к прямым выборам в городе Элиста? К возвращению к прямым выборам в городе Элиста? Потому что вы, наверное, видели комментарии Сардана, который сегодня является одним из лучших менеджеров российских городов. Мы ждем, давайте. Российский городов. Что ждать? Там видно уже все. Понимаете? Она сделала больше, нежели здесь сделали. Понимаете? Я ее знаю, я ее уважаю. Но по поводу прямых выборов я бы с ней поддиспетировал. Отлично. Вы считаете, что давайте тогда уберем Бату Сергеевича. Зачем мы его выбрали? Смысл я не вижу. Давайте попросим, чтобы аппарат правительства поставил нам какого-то другого человека, и мы его воспринимем. Зачем Бату Сергеевич здесь? Вы закончили вопрос? Да. Отвечаю. Я говорю о выборах мэров городов. А разница? Объясняю. Потому что глава республики, глава субъекта, это политическая должность. Это политик, который определяет политику развития региона. Он должен и обязан избираться на открытых прямых выборах. Если мы насадим в субъекте кучу еще маленьких политиков. Политика в Лагане, политика в Листе, политика в Целиньевом районе. У нас будет неправильно. Это будет неправильно, потому что это будет политическая борьба. Не смотрите на меня так. Сними его, посмотри его взгляд. Ты можешь реагировать? Я объясняю. Только не прерывайте, я объясню. Почему я не сторонник прямых выборов? Прямые выборы маленьких городков, это всегда политика. Что мы хотим прямыми выборами маленького города? Что мы хотим? Мы хотим повысить качество избираемого, согласитесь? Мы хотим качество, чтобы был максимально качественный избираемый. Хотим этого? А получим ли мы при прямых выборах этого? Я с тобой понимаю. С головой же получилось? Я же объясняю. Глава республики – это политик. А мы говорим про хозяйствующий субъект. Город. Столица. Столица. Понимаете? Это столица. Вы оператор и ведущий, ведущий не дающий ответить на ваш вопрос. Кого это один? Я не надо на этом акцентировать. Я отнеслась. Вы вообще лишнее говорите, если честно. Я молчал, я просто сказал – это столица, и все. Город, вас уважаем. Вы постоянно начинаете. То не емничать, то не говорите. Если я вам не мешаю, я продолжу. Если я вам, может быть, я вам мешаю. По поводу прямых выборов. Значит, во-первых, в листе они были, да? Мы выбирались уже прямыми выборами. Результат какой? А кого мы выбрали? Бурулова. Бурулова. Извините, следующий кто? Нахашкиев. Его мы выбрали, его поставили, его назначили. Так же? Я могу выбрать? Не, ну я просто говорю вам. Тогда вы мне скажите, если мы Бурулова выбрали, он плохой. Нахашкиев назначили, он тоже плохой. Да. Ну я же говорю, что это не… Но видите, это получается, Нахашкиева назначили плохой Орлов. Понимаете? А если Бурулова мы выбрали, значит плохой народ. Вот. Понимаете? Можно закончить? Все, теперь можно. Спасибо. Значит, первое, да, я сказал, прецедент был, не удовлетворительный, скажем так. Самое главное, по поводу качества избираемого. Ну вот, допустим, это неудачный пример, потому что он политик. Допустим, есть экономист, условно, Санжиев. 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 Вот, и лучше Доржиев Сергеевич. Да, Сергей Сергеевич. Да. Экономист. Вот он, экономист, менеджер, хорошее образование, все, но он не политик. Если ему предложить, Санжиев Сергеевич, напишите программу, подайте заявление на конкурсную комиссию на сети менеджера. Затраты финансов у него ноль. Ну, наверное, недельку потратит на то, чтобы составить программу. И вот он вам реальный кандидат, который может занять эту должность. Если мы говорим, Сергей Сергеевич, надо поучаствовать три месяца в политической борьбе. Надо баннеры, плакаты, агитки, встречи с коллективами. Ну, миллиона два-три надо, да, на то, чтобы все это поучаствовать в борьбе. Надо быть готовым, что тебя назовут, как вы там, акведы там начали ковырять там, начнут всю твою жизнь, включая нерожденных детей, полоскать. Вот такие любители интернета учились. Значит, он скажет, ребят, да ну вас нафиг, я не пойду. И мы получим на выходе отъявленных матерых политиков, ну, не экономистов, которые будут рваться в эту борьбу, для которых это вот как для вас, это как рыба в воде, это политика, ходить, говорить, объяснять, задавать вопросы, перебивать. То есть это политики, ну, это нормально, наверное, такая история. Я закончу. Политика сейчас у нас превратилась в технологии. Из любого можно превратить такого борца, а из любой сарданы, которая только начнет, можно превратить путем вот этого штуки, как вы говорили, скомпрометированная история в него, что такое про Трапезникова говорили. Неоднозначная комбинация, потому что можно накидать столько фейков про любого, и сделать из него негодяя. Это два. Третья или четвертая. Сомнительная репутация. Да, сомнительная репутация, что вы любите делать. И мы говорим правду. Да. Теперь, значит, что касается третьего пункта. Ну, по поводу денег. Надо же, наверное, миллионов тридцать на то, чтобы во всей республике провести эти выборы, даже деньги должны. У нас этих средств нет. При условии, что мы не получим качества, еще затрачивать тридцать миллионов. Потом, еще на фоне того, что народ уже устал, в этом году выборы депутатов с главой, на следующий год выборы главы города, через год выборы с Думой. Это говорит вам... На... Народ, скажем так, на этом фоне еще мы будем говорить. Затем еще, вот чисто вот, вы же любите интернет, загуглите, почему не в Европе, почему не в Америке, почему у всей России нет прямых выборов? Во всей России есть прямые выборы, кроме здесь. Значит, прямые выборы... Ваш этот, начальник штаба, Абушинов, да? Он же издал, хорошую статью написал в Курьере, что на сегодняшний день в России осталось семь регионов, где остались прямые выборы субъекта. Якутск, там, в основном Сибирь. Все остальные под 80 уже перешли, отказались от прямых выборов. То есть, ну почему вся Европа? Почему Америка? Там выбирают совет города, выбирают сейм, выбирают собрание, а они потом нанимают сети-менеджеров для решения каких-то хозяйственных вопросов. Давайте тогда проследим, что делают сети-менеджеры в тех городах. Можно? Вы же можете посмотреть? И почему, как сказать, вся Европа, вся Россия идёт в этом управлении? Мы подпрыгаем, разворачиваемся и хотим Уралан в обратную сторону делать. Ну, наверное, скажем так, закругляя эту тему, вопрос прямых выборов, он не однозначен, и он не панацея от всего, и он не даёт, так сказать, повысить качество избираемого. Самое главное. Это моё мнение по этому вопросу. Ваше мнение по этому вопросу. Да, отвращаем. Второе спасибо. Кто отвечал на рекламу на резолюцию, Николай Павлович? Да, в соответствии с регламентом и прочим, отвечаю на рекламу на резолюцию я. – Пох嗅 нужно ق Sicht ЛГС. Вот революцию мы просили… Как бы, это же Листинская городская собального собрания, Мы обращаемся в Листинское городское собрание. Вот я, юрист, представляю, что Листинское собрание это там… Собрались там 25 человек, проголосовали. Да? Рассматривать резолюцию или не рассматривать. Почему я получаю письмо от вас, и вы решили не проводить прямые выборы сами, вот вы, благодаря вашей позиции, а может быть другие 24 человека хотят прямые выборы, почему нельзя этот вопрос поставить на собрание? В соответствии с действующими главными работами Алистинского городского собрания, ответы на обращения граждан, в том числе резолюции, коллективные, неданные, это обязанность перегатива председателя Алистинского городского собрания. Потому что есть сроки, мы обязаны в течение 30 дней отъехать, а заседание Алистинского городского собрания собирается расплату, а за это время у нас были, что случилось? За это время у нас были внеочередные заседания, на внеочередные заседания, в соответствии с регламентом рассматриваются только те вопросы, которые вынесены на это заседание, например, если вынесли на последнее заседание бюджет, других вопросов мы не имеем права рассматривать, даже разные мы, некоторые депутаты посетили включить разное в повестку дня, мы и это не могли сделать, потому что по регламенту нельзя. И вот поэтому я отвечал. И что касается прямых выборов, я не принимал решения, есть, кстати, депутаты рассматривали порядок избрания, там была законодательная инициатива по поводу изменения порядка выборов, и депутаты единогласно приняли, изменили порядок. Вот насчет этого порядка, то есть получается то, что у нас предыдущий состав Алистинского городского собрания, да, тоже люди избраны, да, пришли к такому выводу, что глава города Алисты должен возглавлять местную администрацию, то есть, но выбирался Алистинским городским собранием. Вот на мой взгляд, да, если мы двигаемся в сторону, демократическую сторону, да, то следующим шагом, на мой взгляд, ну, с учетом еще вот этих протестных настроений, необходимо было, чтобы глава города оставался, главой, то есть, тот закон остался, но при этом были бы прямые выборы. В связи с чем Алистинское городское собрание решило вернуться к предыдущему порядку главы? В связи с тем, что есть такой закон, основной конституцией называется Российской Федерации, там есть разделение властей. И, в соответствии с этой конституцией, есть в муниципальном уровне законодательная власть, есть исполнительная. У нас, если, ну, вот глава города Алисты, это третья, так скажем, такая структура, которая не имеет шеи. Она должна сидеть или на шее представительного органа, или на шее исполнительного органа. Если эта глава-голова сидит, ну, это автология, получается, голова-голова, сидит на шее исполнительной власти, то получается, что все решения представительного органа, их у нас, учетом того, что у нас сейчас столичные функции есть, должен подписывать и утверждать глава исполнительного органа. Ну, согласитесь, это не совсем правильно. Ничего страшного нет? Это очень, много очень страшного. Глава-представительный орган, представители народа должны определять политику, контролировать и решать много других вопросов, связанных со своими полномочиями. И не может глава исполнительного органа утверждать решение представительного органа. Ну, это абсурд получается. Можно я теперь немного вам разъясню? Может, вы не до конца понимаете, да? Согласно закону, опять об общих принципах организации местного основного управления, опять же, этот порядок предпринятен за законом, данным федеральным законом. То есть, либо глава города, глава муниципального образования является председателем собрания, либо глава города, главой администрации. То есть, законодатель сам уже предусмотрел эти формы, и законодатель не говорит, что здесь нарушают Конституцию. А вы сейчас нам говорите о том, что нарушают Конституцию. Это первое. Я не говорю нарушать. Вы говорите про Конституцию. Я говорю, что так правильнее. Это ваше мнение. Почему мое мнение? Это мнение всех депутатов Листинско-городского собрания, которые единогласно проголосовали за это решение. Это мнение Хурала, который практически точно так же проголосовал. Нет, Хурал тогда считал правильным, чтобы глава города был главой администрации. Чтобы я, лично мое мнение, для подписчиков скажу, я считаю, мы и считаем, что это делается для того, чтобы избрание главы города, то есть, чтобы трапезнику оставить главой администрации, чтобы убрать политический характер, как говорите, глава города будет председателем ОГС, а трапезник – главой администрации. То есть, политический характер вы отсюда выбираете, но на самом деле распоряжение их бюджетными средствами и остальными правомочиями по распоряжению остается у главой администрации. То есть, здесь нет разницы. Говорить о том, что нарушается принцип Конституции, я считаю, что это ваше мнение. В вашем мнении, я говорю, что абсолютно не имеет эта ситуация к трапезнику, абсолютно. Это параллельная структура, оно никак не связано с тем, кто… Следующий вопрос. Следующий вопрос. Когда будут изменения в Устат по связи с изменением законы? Мы в данный момент обязаны привести Устал в соответствии с вступившим в силу законам. Закон вступает в силу сегодня. И? Теперь мы начнем работу по приведению в соответствии нашего Устала города. Просто вот еще вопрос такой. Для некоторых, в том числе и для меня, это подталкивает на такую мысль, что это делается в том числе для того, чтобы затянуть определенное время, дать трапезнику время, чтобы он проработал сейчас. Будет у меня вопрос такой. Будет ли ЭГС в течение трех месяцев положено вносить изменения? То есть, это мы получим, если сегодня декабрь, нва, февраль, то в конце февраля мы получим изменения. Вот у меня такой вопрос. Не ищите подвоха там, где его нет. Отлично. Не ищите. Все, никаких трех месяцев. Установленным законным порядком все будет делаться. И никаких там подковерных вариантов. Нет, в том-то и дело же. Есть же до трех месяцев, в течение трех месяцев. Вы можете это сделать завтра, а можете сделать в конце февраля. Вот разница какая. Если вы это делаете завтра и объявляете конкурс уже на главу администрации, да, уже люди начинают по этому работать. Но вы-то не... А если вы объявляете его в феврале, то трапезников работает полгода еще. То есть, вы опять его так же легализуете на следующие три месяца. То есть, вы даете ему право. И, естественно, опять же, провластные интернет-ресурсы будут говорить то, того, что... Дмитрий Викторович молодец. Еще раз повторить или... Я могу еще раз повторить то, что сказать? Следующее заседание, когда у вас по этому вопросу? То, что это решение не имеет никакого отношения к терапезнику. Оно принято исходя из целесообразности. И это два. И третье. Следующее заседание мы... Я так думаю, для того, чтобы ускорить этот процесс, мы даже заседание проведить не будем. Мы сейчас объявим публичное слушание. Ну и... Наверное, это сделаем подписным порядком. Чтобы лишний раз депутатов не собирать по этому вопросу. Нам надо сейчас объявить публичное слушание по усталу. По проекту внесения изменений. Да. Чтобы не ждать следующее заседание. Чтобы вы не сказали, что мы что-то там... Вы можете мне очередное собрать же. Как вы собрали по извинению... Я понимаю, но так будет еще быстрее. Глобал. Не, ну вы же... Как бы... Вы же творите закон. Сделаем. Мы сделаем так, как положено по уставу, по закону. И все будет нормально. Как вот... У меня такой вопрос. Как вам норма творчества? Вы стали разбираться в нем или так? У вас есть очень хорошие специалисты? Или вы там кого-то привлекаете для этого творчества? Властинское государственное собрание. Ну... Нет предела в совершенстве. Конечно, хотелось бы еще лучших компетентов специалистов. Очень востребовано... У нас почему-то юристы, да? Вэш юрист. Оксана юрист, да? Ну вот вы... Как сказать... Очень много юристов занято тем, чем они должны заниматься. Нет, подождите. Было бы хорошо, если бы вы приходили и помогали бы. И было бы... Вы нас попросите? Вы нас попросите? Вы нас зовете? Вы нас не просите. Давайте. Приходите. Работайте. Мы не угрозы. Я еще когда-то говорю. Если Хасикова скажет, приходите, помогите. Мы придем. Давайте. Нам уже хватит этой политической борьбы. Давайте работать. Причем это борьба. Это же не борьба. У вас, надеюсь, у вас же цель сделать так, чтобы в республике, в Листе жизни стало лучше, да? Конечно. Если честно. У меня такая же цель. Если у нас цели уже одинаковые, уже же хорошо, да? Давайте находить другие точки соприкосновения. Но наличие одной цели, это уже большое дело. Поэтому... Просто у нас разница, у нас единственная разница. Можно я скажу? Нам хорошо, но без трапезников. Вот яркий пример эмоционального голосования. Эмоционального этого. Это нормально. Это нормально, да. Я к тому, что... Вот прорывал он мои мысли. Насчет цели общей, да? Вот где мы могли бы найти... Я многих тех, кого... Ваших сторонников, я их многих знаю. Меня знают. Потому что город-то маленький у нас. Поэтому мы всегда найдем точки соприкосновения. Я всегда готов к конструктивному диалогу. Вот мы, кстати, недавно... Можно приходить на ваши сессии, заседания? Снимать. Снимать. Просто молча в уголочке посидеть. Вдруг я в следующий администратором буду. Как насчет посещения ваших сессий? Я... Посещение наших сессий регламентируется регламентом. Если вы имеете удостоверение журналиста, подаете заявление на... А вы как ходили до этого? Вы говорили, вы приходили сюда. Вы не были ни единороссом. Вы не являлись ни этим. Как вы находились там у них на сессиях? Мы говорили про еженедельную... Поэтому я у вас прошу, у меня нет... Вы же знаете, что мы не журналисты, мы никто, мы люди от людей. Вы же можете просто сказать, ребята, давайте будете приходить к нам на сессию и будете показывать. Я речь вел про еженедельную планерку общегородскую. А, ну можно на планерки приходить к вам? Ну я теперь приглашал меня никуда. Да? Ну, планерки, пожалуйста. Все определяется регламентом, поэтому не дошло ж. Хорошо. У нас на сессию дети даже приходили. Вы в команде Бату. Правильно? Конечно. Вы в команде Бату. Как вы смотрите на то, что Алексей Боратович Орлов тоже в команде Бату оказался? О назначении у нас? Скажите, пожалуйста. Прокомментируйте, пожалуйста, эту ситуацию. Мы всем задаем этот вопрос. Это актуальный вопрос для Калмыкии.